Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Какие электронные сервисы обеспечивают взаимодействие работодателей, работников и инспекции труда? И какие проблемы в сфере соблюдения трудовых прав волнуют жителей области чаще всего? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник информационно-аналитического отдела Государственной инспекции труда в Самарской области Наталья Радько. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Наталья Александровна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, за прошлый год количество обращений по сравнению с позапрошлым увеличилось или нет? Да. Вы знаете, такая статистика существует. Вот если брать 14-й год и 13-й год, количество обращений возросло, ну, процентов на 12. А если брать 14-й и 15-й год, то уже процентов 15-16. А с чем вы связываете такой рост, так скажем? Ну, здесь причин может быть на самом деле несколько. Во-первых, я думаю, что все-таки повышается правовая грамотность населения. Ну, и во-вторых, если обращения есть, значит, есть проблема. То есть количество проблем тоже, можно предположить, что тоже возрастает? Да. Да. А каких проблем больше? Вот чаще всего на что жалуются люди, работники? Ну, если вот брать за 15-й год, смотреть статистику обращений, то это где-то 59 процентов. И я думаю, что я сейчас не скажу такую вот какую-то новость, что-то такое открою глобальное. Это вопросы оплаты труда. Ну, и где-то 25 процентов это оформление, расторжение трудовых договоров. Вот не платят вообще или задерживают? Вот как оплата труда, это как вот можно разложить? Здесь все мы берем. И задерживают, и какие-то компенсации не выплачивают. Вот такая статистика. А напомните, вот за вообще срок вот такой задержки зарплаты, он какой? В течение какого срока можно подождать, не обращаться в инспекцию труда? А с какого момента уже начинают бить тревогу и жаловаться? Ну, во-первых, зарплата должна, вернее, оплата должна быть два раза в месяц. И если даже один раз не оплатили, то уже есть предмет. Понятно. То есть, ну, как минимум две недели нужно подождать. Но лучше? Да. Ну, вот на следующий день, вот, допустим, не выплатили 25-го числа зарплату. На следующий день стоит обращаться? Нет, наверное, все равно как-то. Ну, здесь, знаете, каждый случай бывает индивидуальный, здесь надо смотреться. Здесь надо смотреться. Ну, а вообще не выплата зарплаты по закону работодателей, это, конечно, они штрафуются, санкции применяются к ним. Да. То есть, если жаловаться, то реакция будет воздействовать. Естественно, если доводы подтвердятся обращения. А еще бывает такое? Не бывает такое. Ну, это я вообще имею вот общие такие случаи, что доводы, бывает, не подтверждаются. То есть, назначается проверка со стороны инспекции, в любом случае, да, вот проверяются факты невыклаты? Да. Понятно. В таком случае все равно придется ждать денег, зарплаты, да, после проверки какое-то время. Конечно. И сегодня, вот, хотелось бы тоже понять, наша экономическая ситуация меняется, и с каждым днем мы видим все новые цифры. Не знаю, конечно, как это зависит, там, доллар, евро и нефть, но экономическая ситуация меняется в стране, но и в области, конечно, тоже. Скажите, вот эта ситуация как-то влияет на рынок труда, вот на вашу сферу? Вот какая-то специфика появляется, что появляется, на что люди начинают реагировать, жаловаться, чего лишаться? Может быть, вот здесь даже рассмотреть вопросы, когда сокращается штат сотрудников? Увольняются без как-то вот неправильно? Вы знаете, вот год только начался, будем смотреть по 16-му году. Будем смотреть. Конечно, это... Пока нет вот таких серьезных, да? Ну, по 15-му пока мы еще не можем сказать, что вот там какое-то количество обращений возросло именно вот в связи с этим фактором. Здесь, наверное, все влияет. Да. Вы сказали, что количество обращений увеличилось, и я думаю, что правильно будет, если человеку дать возможность несколькими способами обращаться к инспекторам. Не просто вот идти ногами, сидеть в очередях к инспектору, а еще какую-то возможность получить ответ квалифицированный. Вот что есть сегодня? Какие варианты? Ну, вы знаете, вот, так сказать, в режиме такого вот прямого общения, да, у нас дежурят инспектора, пожалуйста, приходите, обращайтесь. Но сейчас уже вот в наше время, когда интернет есть у каждого в телефоне, соответственно, и мы уже тоже переходим на новые платформы. Это очень важно. Когда человек, не выходя из дома, может отправить там обращение или там получить консультацию и так далее, и тому подобное. И вот нашей федеральной службой по труду и занятости еще в 13-м году был запущен такой, значит, сервис, он называется онлайн-инспекция. Это такая вот платформа, она существует, значит, и, в общем-то, цель-то ее сделать доступным федеральным органам исполнительной власти. Но он региональный, да? То есть мы обращаемся не куда-то там федеральный, вот, а вот именно в регион попадаем. Нет, вы знаете... Или мы в Москву вот это все направим? Вот это как с этим разобраться? Это очень такой хитрый и в то же время доступный сервис, что, вот, так сказать, работник, не выходя из дома, но если жалоба у него по отношению к организации, находящейся в другом регионе, может, имеет возможность отправить свое обращение. И уже автоматически там, так сказать, при помощи службы определенной, это обращение поступит именно в инспекцию того региона, кому оно предназначено. То есть это вот такой вот общероссийский портал. А есть какие-то сроки определенные, в течение которых нужно ждать ответа? Потому что можно, конечно, вот написать и сидеть годами. Вы знаете, для этого есть 59-й федеральный закон, который регламентирует все сроки, это об обращении граждан Российской Федерации. Там указан срок рассмотрения месяц. Даже на сайт, вот в любом случае, или к инспектору, или на сайт, да? Без разницы, каким способом обращаются. Срок рассмотрения месяц в определенных случаях могут продлить срок рассмотрения, но в любом случае работник будет уведомлен об этом. Вот это такой общефедеральный сайт онлайн-инспекции, да, ИРФ? Да. А в нашей области, если все-таки вот не туда обращаться, а нам, как вот жителям области, куда обращаться? Обратиться же на этот сайт, тоже на этот сайт, и обращение автоматически попадет к нам в течение буквально 5-7 минут. Более того, я хочу сказать, что вот в 2015 году уже из общего количества поступивших к нам обращений, где-то процентов 10-11 попало вот через сайт онлайн-инспекции. А как выстраивается эта работа? Вот у вас распределены сотрудники, которые должны отвечать, да? Или как вот? Ну, допустим, вот я пишу обращение, а у вас, с вашей стороны, как выстроена вот эта система ответов? Потому что вот обращение получают, наверное, все. Вот заходят на сайт, все сотрудники смотрят. Вот кто-то обратился. Как это все? Не совсем так. Вы знаете, обращение поступает на определенный адрес электронной почты, то есть здесь система очень отрегулирована, и, соответственно, тот специалист, который регистрирует обращение, не важно, как они поступили, почтовые связи, электронные почты в ходе личного приема, то есть база такая вот, получается, единая, попадает в общую базу. Зависит еще от специфики работы, наверное, распределяется по еще каким-то категориям, да? Да, да, да. Хочу обратиться к телезрителям. Если вы использовали электронные средства, сервисы, которые обеспечивают взаимодействие со службами государственными, поделитесь своим опытом и задавайте вопросы специалисту. И, конечно, хочется узнать подробнее о возможностях этого сервиса. Не только же там рубрика «Вопрос-ответ», да? Наверное, что-то еще есть в Государственной инспекции труда Самарского области. Да, да, да. Вы знаете, рубрика «Вопрос-ответ» она предполагает немножко другое. Бывает, что работнику необходимо получить консультацию. И для этого тоже не обязательно ехать в инспекцию, вот так вот лично приходить или там звонить на горячую линию, вот телефон, который, наверное, сейчас бегущей строкой показывают, достаточно зайти на этот сайт, пройти по ссылке, ссылочка там такая есть, «Задай вопрос дежурному инспектору», называется. Посмотреть категорию, потому что, ну, может сложиться такая ситуация, что уже вопрос этот кто-то задавал, и он уже там есть, и ответ есть. Посмотреть. И если вдруг вы не находите своего вопроса, пожалуйста. Но для этого нужно зарегистрироваться, как везде, на каждом сайте. Даже так. Согласиться с правилами использования. То есть, соответственно, если так вот кратко говорить, ну, это не использовать ни нормативную лексику, ни обоснованные обвинения, что-то там по экстремизм писать и так далее, и тому подобное, поставить галочку, что, значит, я принимаю эти правила, и добро пожаловать. Анонимно. Вот есть ситуация, конечно, когда сотрудники, работники просто боятся каких-то преследований дальше со стороны работодателя, если он напишет, что там не соблюдается техника безопасности, или условия труда там никудышные, или не платят ему. Возможно анонимно задать вопрос и получить ответ, вот что важно. Задать-то можно. Вот получишь ли, если ты... Нет, анонимно здесь такой сервис не предусматривает. Ну, вот это как-то... А как быть в таких ситуациях? Вот здесь нужно просто посмотреть, возможно, что ранее кто-то задавал уже этот вопрос, но вот если пользоваться этим сайтом для направления обращений, и для получения вот таких консультаций в режиме вопрос-ответ, регистрация обязательно. Эти данные не попадают никуда, они единственные могут попасть в инспекцию, если это обращение, поэтому здесь тоже требование, чтобы эти данные были не вымышленные, а реальные, если вы называете свою фамилию, потому что пойдет проверка обращения. Как правильно составить обращение? Вот мы уже коснулись того, что оно не может быть анонимным, вообще существуют какие-то правила? Как правильно действительно? Или вот если вдруг неправильно, и вы его не примете, такое может быть или нет? Вот знаете, если пользоваться сайтом онлайн-инспекции, там уже четко есть форма, которую нужно заполнить, которая обязательно для заполнения. Здесь уже никаких ошибок быть не может. А единственное, когда формулируется проблема, здесь нужно просто немножко смотреть, писать корректно, потому что это в общем доступе находится на сайте, то есть любой, каждый может прочитать вот это. А данные, личные данные, на сайте их нет. Теперь вот интересует обратная связь. Как вот обращающийся к вам получит ответ? Как он узнает, ну как бы вот, что пройдет проверка, что какое-то решение вынесено? Может быть, ему нужно подойти? Можно переписываться, получается? Вы знаете, вот удобство этого сайта в чем и заключается, что далее, значит, заходит в личный кабинет заявитель, и он будет видеть, вот какое время обращение поступило в инспекцию. Далее ответ направляется, размещается в течение там 10-15 минут. Заявитель это будет видеть. То есть ему придет уведомление на адрес электронной почты, он это быстренько увидит, не выходя из дома совершенно. Ну, понятно. Ну, конечно, к сожалению, не у всех есть интернет, но и все-таки, вот вы сказали, заходит в личный кабинет. Его нужно сначала завести, и что для этого нужно? Личный кабинет. Ну, это зарегистрироваться на сайте. И просто зарегистрироваться? Не нужно никуда ходить? Нет. Потому что вот с налоговой к нам приходит специалист, и говорит, нужно, значит, в личный кабинет, потом прийти в налоговую, что-то, какую-то печать, и так дальше. Да, да, система сложная. Здесь нет. Здесь нет. Здесь просто заполнить форму, если я не ошибаюсь, значит, на телефон придет пароль, активировать вот свой, так сказать, ящик почтовый, и все, вы можете пользоваться. Есть еще вот такая форма общения. Электронный инспектор. Здесь какая-то тоже определенная направленность есть? Инспектор, вот, само вот как-то слово. Электронный. Это что это такое? Да, это вот уникальный сервис, очень уникальный сервис. Он был запущен в 2015 году, но в 2015 году, так сказать, это была такая вот тестовая версия, сейчас он уже заработал вот с 1 января буквально в полную силу. Я сейчас расскажу, что это такое. Значит, больше всего, так сказать, он будет востребован у работодателей. Это возможность провести самопроверку на предмет соблюдения трудового законодательства до прихода нашего инспектора. То есть вот работодатель в любой момент может зайти на сайт, а как у меня выполняются требования, и пройти самопроверку. Вот сейчас на сайте размещено 70 позиций, по которым можно пройти самопроверку. будет, значит, после того, как вы ответите на вопросы, будет такой сгенерирован акт проверки даже, и будет, так сказать, даны какие-то рекомендации, как улучшить ситуацию. Ну, или если все нормально, значит, будет все нормально. Что касается работников, возможно, это тоже заинтересует работников. Так сказать, если есть какие-то сомнения по поводу, нарушается ли в отношении меня трудовое законодательство, можно также зайти и ответить на вопросы, и увидеть, так сказать, какие статьи, нормы нарушаются в отношении работника. Возможно, это тоже станет интересным таким вот моментом. И в 2016 году планируется еще ввести 50 позиций. Я сейчас готова даже вот озвучить, например, какие проверочные листы могут быть. Трудовой договор. Но это вот для работодателя, да? Важно? Важно и для работодателя, и для работника, вот так сказать, если есть какие-то сомнения. И здесь еще планируется очень много интересных таких моментов в будущем, что если работодатель пройдет вот эту самопроверку, но это в будущем, это вот в последующие годы, там концепции предусматривает это до 2020 года развития, так вот если работодатель пройдет проверку, значит, подтвердит это, то ему могут быть там какие-то определенные преференции. Рассматривается этот вопрос. Поэтому здесь вот очень важный такой момент. И очень интересный момент. Есть банк документов. Если, так сказать, опять-таки какие-то сомнения возникают, можно посмотреть, как правильно оформить документы. Или работник может посмотреть, а все ли документы в отношении него оформлены. Ну вот лично у меня такое впечатление, что больше вот все эти сервисы электронные востребованы, конечно, работниками, потому что они чаще жалуются, чаще там чего-то не понимают. А вот и понятно, они могут получить ответ и даже добиться проверки своего там руководства. А для работодателей вот что? И действительно ли это подтверждает, что работодатели реже обращаются, чем вот сами работники? Заходят вот, пользуются этими сервисами? Нет. Вот у них-то какие вот преимущества? Это не совсем так. Нет? Это не совсем так, потому что работодателям очень часто требуются консультации. И вот я даже готова вам сказать, что вот, например, из всего, из общего количества консультаций, которые были в 2015 году, вот где-то 18-20% было дано работодателям. То есть здесь не только работники. Как вы все эти обращения курируете? Входит ли это в вашу обязанность вот проанализировать все это, разложить там по категориям? Вот какая, в общем, картина вырисовывается из всего? Ну, картина... Как руководитель информационно-аналитического отдела, у вас, наверное, своя картина уже. Представляете ситуацию в общем, в области? Вот что можно сказать об этом? Ну, вот то, что можно сказать, я уже озвучила, что самое большое количество обращений это вот по оплате труда, это оформление и расторжение трудовых договоров, ну, и вот какую-то определенную там категорию, наверное, процентов, меньше 10% это жалоба по охране труда. Вот такая картина есть. И я, более того, сейчас готова даже сказать статистику по сайту онлайн-инспекции. Значит, там тоже есть такой сервис, кого, если заинтересует, такая статистика можно посмотреть по региону, по России, по другому субъекту. И вот количество обращений через онлайн-инспекцию и количество консультаций, которые получили люди, вот это в режиме вопрос-ответ, это тоже самая главная тема оплаты труда. Понятно. Вот вы, когда приходите на работу, каждый день вы с чего начинаете? Вот что вы анализируете? На что смотрят первые показатели, цифры? Вот что вас интересует? Наверное, вы тоже по этим электронным сервисам как-то все это отсматриваете, отслеживаете? Рабочий день начинается с того, что открываются все эти электронные сервисы. Вот с этого начинается рабочий день. Да, и вот... И показатели тоже, наверное, разные бывают каждый день. Это же... Да, да, да. Бывают всплески какие-то? Бывают всплески, бывает затишь. Это зависит от сезонных каких-то факторов, ну, от каких-то там субъективных факторов. То есть все вот это вот вкупе дает такую картину. Бывает, что там за день именно через онлайн-инспекцию приходит там много обращений. Бывает ни одного. Так тоже может быть. Вот такая интересная ситуация складывается. Количество обращений возрастает, возрастает. А количество сотрудников, численность инспекторов остается, ну, неизменной практически. Ну, кто-то там ушел в отпуск или в декрет. А в основном-то так, вот как вот с этим вот все распределить, вот это непонятно. И есть ли реакция, может быть, самих инспекторов, что вот как-то я должна ответить, а их все больше и больше, этих обращений. Как выстраивается работа вот в этом отношении? Мы просто работаем. Мы просто работаем. И все. То есть инспекторский состав просто вот занимается рассмотрением обращений. То есть вы понимаете, что это определенная нагрузка, это много, с каждым годом увеличивается. Но тем не менее, просто выполняет свою работу. А в каких случаях, по каким обращениям инспектор выезжает на место разбираться в ситуации? Ну, если того, требует обращения. Бывает такое. Потому что не по всем, да, вот осуществляется. Да, то есть различные происходят, там, по различным проверкам может произойти, но бывают такие случаи, что нужно выехать на место. И так может быть. Да, потому что, конечно, ответственность большая. Вот вы сказали уже, что бывает неподтвержденные. Мотивов человеческих много, да? Вот насолить там человеку, конкуренту или еще что-то. А вот каждое неподтвержденное обращение занимает труд и время, да, инспекторы, вот это, конечно, такая вот минус таких вот обращений онлайн, да? Вот потому что очень легкий доступ, как бы вот просто взял, написал, и то сидите, проверяете. Вот это оборотная сторона, наверное, медали, вот это преимущество вот этого. Здесь есть еще одна сторона медали. То, что, ну, бывает, возможно, я опять-таки буду говорить, что это какая-то субъективная сторона этого момента. Ну, показалось, человеку не отправил он обращение на сайт. И он нажимает пять раз на кнопочку «Отправиться». И получается пять обращений приходит вот с каким-то там в 20-30 секунд. И на каждое нужно отреагировать. Инспектор на каждое должен отреагировать, да. Такой момент есть. Вот такие детали. Что еще нужно знать людям, работникам, работодателям при вот пользовании этими электронными сервисами? Вот еще какие-то, может быть, моменты, на которые вы тоже хотите обратить внимание? Ну, во-первых, я хотела бы обратить внимание, где найти этот сервис. Да. Можно зайти на наш сайт инспекции. Значит, там справа будет такая вкладка «Онлайн-инспекция». Сразу пройти по этой ссылке, попадете на сайт «Онлайн-инспекция». Либо зайти на сайт «Онлайн-инспекция» по труду и занятости. Там тоже есть вкладка, она внизу находится, в нижней части страницы. И точно так же попасть, ну, или набрать в поисковике «Онлайн-инспекция РФ». И тоже выдаст вот эту страницу. Зайти. И затем можно ознакомиться с сайтом. Там очень хороший навигатор, на самом деле. Очень сайт просто доступен в использовании. И выяснить, что вас интересует. Хотите посмотреть статистику, пожалуйста. Хотите посмотреть динамику обращений, можно посмотреть по региону. Задать вопрос. Или там, это не так немножко звучит, это звучит сообщить о проблеме. Так. Это обращение отправить. Либо задать вопрос в режиме. Задай вопрос дежурному инспектору. В течение трех дней получить ответ, если там такого вопроса не было ранее. И вот сам сайт, сервис электронный инспектор. Я думаю, что сейчас востребован будет электронный инспектор, потому что он вступил вот уже в свою полную силу, набирает обороты. И сейчас количество просмотров, и пользователи увеличатся. Вот вы уже сказали в начале программы, что время поменялось, что у нас у каждого практически интернет в телефоне. Мне вот интересно, в связи с этим, как меняется ваша информационная работа, потому что, наверное, тоже работа по информации, население, она тоже в ваших задачах. Вот как вы переориентировались в связи с этим? И вообще, вот какие знания сегодня наиболее востребованы? Чего не хватает? Нет, каких знаний? Вот что вы хотели бы донести? Знания работодателям, работникам. Хоть вот и работникам, но как-то за работников я почему-то больше переживаю, потому что работодатели, для них только актуальны проверки, наверное, да? И вот какие-то свои... Ну, для них бывает актуально получить консультацию, в каком-то вопросе, да, такой тоже момент есть. Вы знаете, вот в связи с тем, что действительно жизнь меняется, и, соответственно, мы тоже должны отвечать вот таким вот определенным моментом, так сказать, отслеживать это. Сейчас очень большое количество информации получают люди из интернета, на самом деле. Печатные СМИ уже вот отходят как-то. Ну, то, что отходят, конечно, есть определенные категории, которые как читал газеты, так и будут читать. Но, тем не менее, есть электронные версии печатных изданий, есть мобильные версии и так далее, и тому подобное. И мы должны охватить как можно больше слоев населения. А это и молодежь, а молодежь уже, как правило, пользуется электронными гаджетами. То есть нам нужно вот на этом уровне доносить информацию. Молодежь, понятно, но про пожилой возраст, наверное, про такую категорию, они же уже вот не все работают, да, поэтому это становится менее актуальным. Или обращения от пожилых граждан у вас тоже приходят? Вот если, ну, понятно, что среднего возраста это наибольшее количество, да, обращений. А вот с пожилыми? С пожилыми ситуация такова. Ну, если это работающие пенсионеры, там что-то такое, да, могут быть обращения. Но здесь замечена другая тенденция. Здесь замечено то, что вот почерпнул, так сказать, пенсионер какую-то информацию, и он пытается донести уже до своих детей, внуков, если им там некогда и неохота. То есть вот это тоже замечено. Все могут быть, да, полезны. Да, да. Как правило, они проявляют очень большую социальную активность, такую вот очень ответственную в этом плане. Вот еще такой вопрос, вот ваша точка личного зрения. Вот мне интересно, потому что такая проблема существует. Люди боятся отстаивать свои права. Пока они работают, да, есть нарушения. И они боятся, что если они заявят об этом в ту же инспекцию труда, то они там не усидят дальше. То есть пойдет проверка, естественно, руководитель узнает, из-за кого была эта проверка, кто ее инициировал. Вот в такой ситуации, как вот такие вопросы, вы можете кому-то как-то вот помочь кому-то решиться или решить? Или, допустим, он заявит, а потом начнет отказываться, побоится вот дальше. Напишет что-то сгоряча, вот меня тут деньги не все выплатят, а потом скажет вот такие ситуации. Есть обращение, да, вопрос решается, и решается положительным образом, и тогда заявитель пишет, прошу прекратить рассмотрение. Возможно такое, да? Потому что проблема решилась, да. На самом деле там я никаких претензий больше не имею, да, вот спасибо вам за то, что вы там начали работать. Такие обращения бывают о прекращении. Ну, а на самом деле проблема выбора, она всегда существует, она существовала, то есть здесь нужно принимать взвешенные, грамотные решения. Что вам важнее? Да, получается, даже прежде чем обратиться к вам, хотя это так легко и просто, да, хочешь онлайн, хочешь приходи, нужно тоже подумать о последствиях, получается. Ну, а каких последствиях? Ну, что потом на работе будут какие-то проблемы и неприятности со стороны руководства. Будет выживать начальник? Ну, это не всегда так. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали, то, что вы социально ответственный гражданин, вы обращаетесь, вы заявляете свои проблемы, и работодатель подумает в следующий раз, обидеть вас или нет, если вы не будете молчать. Такое тоже есть. А если это будет не один работник, а если это будет коллективное обращение, и, так сказать, социальная напряженность в коллективе, мне кажется, ни одному работодателю не понравится, ему это не нужно. Понятно. Вопрос от телезрителей. Обращался в трудовую инспекцию, был суд, но не в мою пользу, руководителя оштрафовали, а меня уволили. И что мне делать дальше? Вот это то, о чем я говорю. Александр, вот видите, результат обращения. Здесь нужно смотреть в индивидуальном порядке. Сейчас вот говорить о чем-то, здесь нужно смотреть, что там было, какое было обращение, когда он обращался, в чем проблема? Ну вот, ну вот эта проблема все-таки существует, что таких вот взаимоотношений, но это вообще, конечно, в нашей жизни, она не только между отношениями, вот как у нас заявлена тема, работодателями, работниками инспекции труда. Все мы живем в этой сфере. Спасибо большое, Наталья Александровна, за то, что пришли, затронули эту тему. И скажите еще раз, сайты назовите, которые вы рекомендуете, в которые обращаться при проблемах, возникающих у работников и работодателей? Онлайн-инспекции, онлайн-инспекция РФ, электронный инспектор, прежде всего. Обращайтесь, смотрите. И найти их, в принципе, можно через любой поисковик. Да, да, да. Ну, если какие-то проблемы будут, можно позвонить на телефон горячей линии нашей, мы подскажем, как нужно себя вести на сайте, где что можно найти. Да, эти телефоны и сайт инспекции труда государственной в Самарской области мы сегодня выводили в течение эфира. Если вы были внимательны, то вы могли их переписать. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин